Насыщенной на аварии выдалась минувшая неделя. Причем очень часто водители нарушают одни и те же пункты правил дорожного движения. А в этот раз даже умудрились совершить аварии на одинаковых участках дорог. Столкновение с препятствием на Михайловском шоссе. Водитель X-Trail двигался с небезопасной скоростью. При возникновении опасности не успел среагировать и затормозить. В итоге въехал в столб электропередач. По счастливой случайности в этой аварии обошлось без других участников. Водитель отделался испугом. Три автомобиля не разъехались на Некрасово в районе 252 дома. Мужчина на микроавтобусе двигался с превышением скорости. Не успел затормозить в опасный момент и угодил в Prius. Последний по инерции продолжил движение и догнал Toyota Aqua. В этом столкновении три покорежных машины. Пострадавших нет. В Новонекольске Subaru Forester сбил мотоциклиста. Автомобилист двигался по Советской в сторону Колхозной. При повороте вне перекрестка столкнулся с двухколесным транспортным средством, которое двигалось в попутном направлении. В итоге пострадала пассажирка мотоцикла. К слову, парень, который им управлял, был без шлема и разрешающих на вождение документов. Грузовик и кроссовер не разъехались на улице Пушкина. Ниссан двигался за одним ходом, что не запрещено по правилам дорожного движения, но не рассчитал силой и угодил в Subaru Forester. У первого незначительные повреждения. А вот второму транспортному средству предстоит серьезный ремонт. Столкновение двух Тойот на улице Советской. Сусит нарушил правила дорожного движения. При выезде на дорогу по требованиям должен был пропустить всех. Однако поторопился и столкнулся с колдиной. Кроме транспорта в этой аварии пострадало ограждение на дороге. Еще одна тройная авария на этой неделе. Мужчина на микроавтобусе нарушил правила при развороте вне перекрестка или повороте налево. Водитель обязан пропустить встречку. В этот раз сделал иначе. В итоге столкновение с Лексусом. После чего зачинщик аварии еще проехал вперед и задел филдер. Травмированных нет. Второе за неделю столкновение в районе 252 дома на Некрасово. Ниссан Куб выезжал со второстепенной и по правилам обязан пропустить всех на главной дороге. Вероятно попытался проскочить и угодил в другой Ниссан. Водители не пострадали. А вот транспорт предстоит восстанавливать. В столкновении на Волочаевской потребовалась помощь врачей. Грузовик направлялся в сторону Кузнечной и выехал на нерегулируемый перекресток. Где по главной ехал Виш. Последовал сильнейший удар. После которого зачинщик аварии продолжил движение и столкнулся с фитом. Пострадали водители два пассажира Тойоты Виш. Один из травмированных несовершеннолетний. Помощь также потребовалась и пассажиру третьего автомобиля. Спешка привела и к столкновению на Комсомольской. Кроме двух покореженных автомобилей пострадало ограждение и столб. Будьте внимательны за рулем. Из положительного на этой неделе нет пострадавших пешеходов.